Снова в школу, а точнее к школе, прибыли с утра пораньше сотрудники ГИБДД. Сегодня местом проведения планового рейда по детским удерживающим устройствам стала улица Панино. Начался новый учебный год и мы решили провести массовую проверку водителей на предмет того, как они привозят своих детей в школу, в детские сады. И сегодня мы организовали эту массовую проверку на улице Панино. Здесь расположены два учебных учреждения, это лицей номер 67 и детский сад номер 192. В одной из самых престижных школ города обучаются дети чиновников и прочих состоятельных людей. Казалось бы, приобрести для своих чад удерживающие кресло им по карману. Однако, даже несмотря на то, что предварительно все родители были оповещены о мероприятии ГИБДД, по итогам рейда выявлено пять случаев перевозки детей без удерживающих устройств. Вы обязаны, как водитель, перевозить ребенка в специальном удерживающем устройстве. Виноват, товарищ Лошенненат. Я просто до садика от ребенка. Просто на работу опаздывал. Сейчас отвез бы ребенка. Сейчас по новому законодательству, по правилам дорожного движения, изменения, вы в курсе, да? Я в курсе. Наказание в этой административной практике, в этой сфере, наказывается административным штрафом 3000 рублей. 3000 рублей – средняя стоимость удерживающего устройства. Большинство нарушителей соглашаются с тем, что гораздо проще и выгоднее приобрести его, чем снова и снова подвергаться штрафам. Причем немалым. Вот сейчас остановили кресло, нет, придется покупать. Потому что каждый раз платить штрафы, так сказать, нецелесообразно. Но есть и такие родители, которым безопасность детей, видимо, не важна. В этом авто перевозят двух девочек. Младшая пристегнута на руках у мамы. Старшая и вовсе не пристегнута. Теперь родителям предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. Возможно, хотя бы финансовое наказание заставит их задуматься о безопасности малышек. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.